Всем привет! Меня зовут Ольга, я родом из России, ну вот уже почти 6 лет. Я живу в городе Прага, поэтому сегодняшнее видео будет посвящено плюсам и минусам Чехии. Поехали! Итак, сегодня я с вами поделюсь плюсами и минусами жития-бытия в стране под названием Чехия, которые мы с друзьями выделили. Пожалуй, начнем с минусов. Я тут выписала, поэтому буду подсматривать немножко. Итак, первый минус, о котором бы хотелось сказать, то что, как это не прискорбно, но Чехии это народ и нация очень недружелюбные. Они такие вредные, знаете, неприятные на общение. Не все, замечу сразу. Есть такая тенденция, есть такая общая черта, что коренные Чехии, особенно те, кто в столице, в Праге живут, родились, они неприятные, недружелюбные. С ними невозможно общаться, они не принимают в свой круг, не впускают в свой круг и им как бы и так нормально. Следующий минус это... Не хотелось об этом поговорить, но это реально минус. Это некрасивый язык. Если описать простым языком, то чешский язык для русскоговорящего человека это как русский деревенский. У нас была такая забавная ситуация, что мы пошли в кинотеатр с моими курсами, когда я еще училась в первый год на курсах, и мы пошли на какую-то драму, и там был такой грустный, знаете, момент, надо было бы там, может, даже всплакнуть, но там было какое-то слово, сейчас я уже не вспомню, я помню только... Что мы ржали? Вот вся наша группа, мы смеялись, но потому что по-русски это было так забавно. То есть там была какая-то такая фраза на чешском, что на русском это забавно звучит, и ты не можешь нормально воспринимать это, и поэтому фильм не заходит, скажем. Следующий это... вот это прям то, что меня постоянно вымораживает, то, из-за чего прям хочется вообще на улицу иногда, но в центр не выходить. Это бомжи, бездомные люди, или просто какие-то бедняки, которые выбираются по улицам, и вот они повсюду в центре, в центре города. И ладно бы они просто ходили, но они пьяные, грязные, от них воняет страшно, они еще что-то бормочут, а еще очень часто бывает, что они начинают орать, непонятно на кого и за что, и просто неприятно. Я же тут до мурашек вот рядом находиться, это просто... все этим недовольны, но из-за того, что здесь очень пропагандируется толерантность и защита человеческих прав, что не всегда очень хорошо, потому что вот эти... ну вот эти бедные люди, вам же это в основном чехи коренные, просто ленивые. Еще они берут собак себе из приютов, и за то, что они это делают, им платятся льготы на собак, ну не поверьте, собаки чище, чем люди. Ну потому что специальная служба, она проверяет состояние здоровья собаки, и если что-то не так, то выписывается штраф, изымается собака, естественно, не лишается этого пособия, на которое они бухают благополучно. Следующий минус, который мы выделили, это... но сейчас для меня это уже как бы не минус, но первое время это было очень большим минусом, я очень долго к этому привыкала. Это то, что все рано закрывается. Вообще, в принципе, во всей Европе очень все рано закрывается, но именно здесь, в Чехии, в Праге, несмотря на что это столица, то есть в спальных районах, начиная с 6 часов вечера, все уже начинает закрываться. Сейчас, вот, уже в... вот, там, не знаю, года как полтора-два появились магазинчики, которые работают до 11, но это то, они либо не принимают карты, и только наличкой можно платить, у них маленький ассортимент, и бывает зачастую, что там цены завышенные, то есть выше, чем, например, в супермаркете. И, естественно, они есть не везде, есть только в определенных местах, что также вызывает неудобства. Даже кино, кино работает максимум до 10 часов вечера. Связано это с тем, что по закону, если твое предприятие работает в ночное время, то ты обязан выплачивать работникам, во-первых, двойную ставку, по-моему, да, и там еще идут какие-то налоги, как я знаю, если сейчас не ошибаюсь, в общем, там идут какие-то еще накладываются финансовые затраты на то, чтобы покрыть вот это ночное время, в которое твое предприятие, магазин, неважно, будет работать. Дальше поехали. Дальше это для девчонок. Ну, в принципе, мальчики тоже от этого страдают в плане стрижки. Это то, что индустрия красоты очень плохо развита. Слава богу, наши русскоговорящие люди уже в большом количестве эмигрировали сюда, и поэтому эта индустрия более-менее уже сейчас стала, ну, в каких-то отдельных, как бы, какие-то отдельные сегменты этой индустрии, они более-менее развиты. Но все же, в целом, этот вопрос остается открытым, и очень сложно найти хорошего мастера, например, чтобы покрасить волосы или подстричь. Даже если вы идете в салон, и с вас берут нереальную сумму, но это не факт, что вас хорошо подстригут или покрасят. Реальная нехватка мастеров, поэтому если вы мастер, парикмахер, барбер, или, я не знаю, вы колорист, вы отлично красите волосы, то приезжайте, здесь вам не будет цены, и у вас будет быстро нереально. Единственное, что сейчас прям очень отлажено, и что не вызывает никаких проблем абсолютно, это нарастить реснички, сделать маникюр-педикюр, депиляция эпиляции, шугаринг, либо воском тоже, вот, дофига мастеров, и хорошо. Бровистые брови, это тоже есть, визажисты тоже есть, прически, прически тоже есть, я и мои коллеги, в отличной форме. Говорят, как Европа, да, Америка, все развито. Ребят, вот когда я переехала сюда, я поняла одну, очень важную вещь. Круче мастеров красоты, чем в СНГ, нет нигде. Непосредственно в России находятся лучшие школы, лучшие мастера в сфере красоты. И даже самих чехов, мастера чехи сами ездят к нам в СНГ, чтобы чему-то научиться, потому что ихняя школа, она не затягивает на наши уровни. И на самом деле девушки за собой очень даже не ухаживают. Теперь, как бы вот, живя тут, я понимаю, почему говорят, что девушки из России и из Украины считаются самыми красивыми, потому что мы просто за собой ухаживаем, мы просто ухожены. Поехали дальше. Следующий, это национализм. Это вот к вопросу тому, что люди недружелюбные, добавляем как отдельный минус, что нация, чехи как нация, они националисты. Они не все, опять же говорю, не все, но есть такая тенденция, такая общая особенность у нации, что националисты. И можно на улице встретить, как какой-то коренной чех может кричать, типа там, понаехали, или там, типа там, срано русаться, типа там, ах, вы такие русские плохие, сюда приехали, уезжайте. Бывают иногда митинги за то, что чехи для чехов, то, что иностранцы здесь не должны находиться. Но забавный момент этого всего в том, что если бы не иностранцы, в частности с СНГ, экономика Чехии очень бы упала. Потому что чехи сами по себе народ ленивый, они не любят напрягаться сильно, работать много, опять же говорю, не все, я сейчас говорю, да, в общем. Но, естественно, из каждого правила есть исключение. В основном, вот особенно эти вот магазинчики, допустим, до 11, которые работают, я вам говорила, да, что здесь раньше закрывается, ну, это держат китайцы, вьетнамцы, корейцы, которые сюда приехали. Все практически салоны красоты достойны, они держатся русскоговорящими, либо есть еще маникюрные салоны, очень много тоже китайцев. То есть, по сути, весь бизнес, здесь очень много, ну, международных компаний, и это все, это делает экономику, здесь туристы, туризм. Он делает половину, если даже не больше, порой в летнее особенно время или в Крисмас, половину государственного вот этого бюджета, да, прибыли, инкома, профита. То есть, от этого приходят деньги, они на это и живут, на это все, и, как бы, работает. Ну, вот, поэтому очень забавно слушать, когда они говорят, уезжайте, типа, чехи для чехов. Окей, как бы, мы-то уедем, а только что будет с вами, да. Ну, как бы, как-то так. Следующий минус, это парковка, ребят, у кого, кто собирается приезжать, или у кого, кто здесь живет, у кого есть машина, они меня поймут. Кто собирается переезжать и покупать машину, сразу учтите, что здесь трындец, извините, с парковкой. В центре ты не припаркуешься. Во-первых, они все платные, все платные. Ну, хорошо, в спальном районе, где-то там, в жопе мира, извините изображение, там есть места, которые не проверяются, там ты, или не очерчены еще, потому что новые дома, например, да, или там, ну, просто не очерчены. Там еще что-то где-то можно припарковать. Но вот в нормальной черте города, скажем так, поближе к центру, или в санцентре, или где вот я живу, в центре, здесь не запаркуешься. Здесь везде это модра зона, такая синяя линия, которая означает, что парковаться могут либо жители дома, лишь стоящего, либо те, у кого есть на окне наклеена такая наклеечка, те, кто покупает на год, на полгода, те, у кого куплена эта парковка. Это очень некомфортно. Окей, следующий минус, это как бы такой маленький, но все же минус, который я выделила, это то, что здесь большинство населения атеисты. Атеисты это те люди, которые ни во что не верят. Ни в Бога, ни во что, в себя, в себя, наверное, тоже нет. И я объясню, почему я это выделила. Лично я очень толерантна к религиям, и если ты ни во что не веришь, это твое право, но из-за того, что люди неверующие, это по моим наблюдениям, что происходит? Они начинают терять какие-то моральные качества, моральные ценности, стираются от этого граница условных каких-то понятий, что ли. Поэтому у них здесь так все сложно с дружбой, мне кажется, потому что все равно религия, она учит этому, она учит, там, люби ближнего, не укради, там, да, что там, не убей, не обмани. Я считаю, что тут у него такой овер-этеизм немножко, и перебарщивают они все-таки. Также мне непонятно, когда они на костел. Костел это католическая церковь. Здесь ежегодно проходит фестиваль лазер-шоу, что-то такое. В общем, они делают на домах, на стенах, через проекторы какие-то, они делают такую, как бы там светится такая картинка, да, и вот она меняется, и это как шоу, короче. И к чему я, к тому, что, например, очень часто, неподалеку от меня, например, они делают это шоу, вот это вот огоньки направляют, например, на костел. Ну, как бы, это как бы святое место, и делать шоу на этом здании, ну, не знаю, такое. Или, например, в центре есть, ну, тут один из самых известных торговых центров, и он находится вот в стену, в стену, с костелом, там что-то журманный стык, что ли, какой-то. То есть вот они. Меня учили проявлять уважение как-то к религии, что ли, поэтому, ну, как бы это, по себе судить нельзя, да? Переходим к последнему минусу. Последний минус это то, что здесь, я вот так обозвала, время застывает. Объясню. Говоря, время застывает, я имею в виду, что здесь какое-то непонятное такое состояние у большинства людей, особенно вот, кто приезжает сюда жить. Мы все застываем в какой-то стадии такой, вот мы типа, мы не живем, мы существуем. Да, вроде все кайфово, там, жизнь клевая, там, да, но нету какого-то, какого-то ощущения, что ты реально живешь, что ты развиваешься, что ты вот... Примерно, объясню на примере. Например, у меня есть хорошие знакомые, которым там уже по 34, по 35 лет, и вот эти люди, они, что они делают? Работают, на выходных они тусят, бухают, и опять все недели работают. То есть все, это все, что их интересует, чем они живут. Ни семьи, ни каких-то прям таких целей грандиозных на жизнь. Вот они просто, типа, отработали, покайфовали, отработали, покайфовали. И так очень много народу, они застывают в такой стадии, и еще очень многие, они, ну, тут типа, выжжай ничего. Когда я закончу универ, когда я там, не знаю, еще что-то учет, типа, что-то кто-то что-то ждет, и вот пока существует в этом... Ничего не случается, вообще ничего не меняется у людей. Меня это очень пугает, поэтому я, наверное, поэтому начала как бы так как-то задумываться, задумываться о том ли месте я живу, потому что я хочу семью, а здесь с этим как-то очень напряжно. Люди не парятся, людям не нужно, вот, я говорила, стираются моральные ценности, то, что они не думают о семье, они думают как бы им заработать, как бы им потусить, что-то как-то провести время, поспать, отдохнуть, и все, их больше ничего не парит. Либо еще есть другая стадия, это когда люди вечно учатся. Вот ему 30 или ей, она приехала и учится, и вот у нее начинается все по-новому. Так как она только приехала, у нее начинается туз, да, она вроде сначала держится, все равно все потом начинают как-то где-то. Ну, естественно, есть люди, которые женятся, у которых есть семья, которые там рожают детей, выходят замуж и что-то там делают, но таких очень... это очень редкие истории. Можно сказать, реально время заставает для мной здесь. Кто-то только вот сфокусирован на себе. И еще это больше ничего не парит. И перейдем к более приятной части, к плюсам. Итак, первый плюс, который бы я хотела выделить, который хотелось бы прям так осветить, это то, что здесь, несмотря на все минусы, очень спокойная жизнь. Здесь люди не парятся, здесь все на чиле, здесь нет этой гонки, борьбы, как в Москве, например, или в Нью-Йорке. Все кайфуют. Если в России ты выживаешь, то здесь ты живешь в плане... То есть работы много, ты, в принципе, на жизнь ты всегда себя заработаешь. Очень спокойная такая, размеренная жизнь. Это очень расслабляет. Может быть, поэтому, к слову о том, что здесь замирает время, может быть, поэтому люди живут так, не замечая ничего, потому что они просто расслаблены. Надо иногда напрягаться, наверное. А мы переходим к следующему плюсу. И следующее – это возможность путешествовать. Это то, что я обожаю, это то, ради чего я в свое время сюда. Одна из причин, почему я сюда переехала. Тут как бы два часа до Германии. Итак, третий плюс. У нас валюта. Валюта – это очень крутая штука. Сейчас объясню, почему. Во многих странах Европы валюта – это евро. Это круто, когда ты в ней зарабатываешь, в принципе. Вот так объясню. Вот, например, вы переезжаете с России, с Украины, с Советского Союза, вы переезжаете в Европу. И Чехия – это отличная возможность, отличный шанс это сделать, это как бы переехать сюда. Потому что переезжая оттуда, например, в Германию, будет тяжелее, так как евро намного дороже, чем крона. И поэтому… Напряга повеличивает, шансов на успех уменьшает, скажем так. А крона, она составляет всего… То есть одна крона стоит 3 рубля. Когда одно евро стоит, сколько там, 70 рублей. Ну, понимаете, да. Следующее – это больше возможностей, чем в России. Я говорю чисто за Россию, потому что я оттуда, и в других странах я по Советскому Союзу и ни жила, ни была, поэтому не могу за них говорить. Больше возможностей заработать, больше возможностей пробиться, больше возможностей путешествовать, больше возможностей строиться в какую-то крутую международную компанию. На мой взгляд, здесь возможности бизнес открыть больше. Следующий плюс. Следующий плюс очень крутой. Ребята, если вы хотите пацануть, очень круто. Здесь очень дешевый алкоголь. Во-первых, пиво здесь настоящие, его варят прямо в ресторанах. Ну, не во всех, но там есть пара ресторан, в которых их варят. Даже если их сразу вам подают, вы можете попробовать. Если их не варят в ресторанах, то пивоварная находится буквально вот тут максимум час езды от города. То есть, понимаете, да, все очень натуральное, быстро поставляется и свежее. И поэтому, например, пиво здесь вкусное и дешевое. Что касается остального алкоголя, в принципе, такая же история. Вино тут тоже очень дешевое. То есть, когда я, например, на каникулы зимой была в России, там бутылка стоила 1000 рублей, а здесь бутылка стоит 100 крон. Ну, как бы. Ну, я имею в виду хорошего, наверное. Ну, типа такого среднего. Нормального вина. Ну, в общем, алкоголь тут дешевый, поэтому потусить проблем вообще нет. Так вот. И он квалитный здесь, качественный. Следующий плюс – это много парков. Здесь много парков. Много аллей. Почти в каждом районе есть, даже в некоторых районах по несколько, поэтому если ты там хочешь прогуляться, или если ты там, не знаю, у тебя ребенок, или у тебя собака, или там кролик, лудак, еще что-то, пожалуйста, около дома. Все, и там очень листы, на этом есть камеечки, и там можно позагорать, на травке полежать. Короче, очень зелено, прикольно. Окей, следующий плюс – это студенческие скидки. Я знаю, что в СНГ тоже такое есть, но оно не так сильно развито, как здесь. Здесь, если ты студент, то все по кайфу. У тебя есть скидки почти везде, почти на все, и очень хорошие скидки. Следующий плюс – это, чисто скажу за Прагу, это каршеринг. Особенно, из-за того, что здесь очень дорогие парковки, каршеринг, это прям вот так вот. Следующее – это интернациональное сообщество. Интернациональное сообщество – это очень круто. То есть, когда я сюда приехала, я кайфовала от того, что в моей группе были люди из Казахстана, из Белоруссии, из Украины, и мы из России, и мы из Узбекистана, из Кыргызстана, и откуда только их не было. Потом, когда я пошла в универ, и, ну, просто начала здесь жить, мы познакомились с англичанами, с Германией, с Австрией, с Венгрией, с Америки, с Африки, с Англией, и откуда только, и со всего мира просто. Это так круто, потому что ты общаешься, ты узнаешь какие-то, какие-то особенности культуры, национальности, какие-то слова. Язык можно легко выучить, просто иди человек, как nature-speaker, да, человек, у которого это родной язык, и, пожалуйста, отучит иногда бесплатно, если ты хорошо заобщаешься. Я прям кайфуюсь этого, когда ты узнаешь, у тебя прям расширяются, знаешь, границы видения, и ты смотришь на мир уже не так узко. Круглый взор расширяется очень даже сильно. Поехали дальше. Следующий плюс это, ну, это уже не я выделила, это мои друзья мужского пола выделили, то, что здесь очень легко поиграть в футбол. На самом деле здесь очень много полей, где ты можешь, ну, они оснащены, оборудованы, ты можешь бесплатно прийти поиграть. Здесь очень много всяких. Ребята свои команды создают на любительском уровне, играют, потом они между собой играют. Короче, тут очень футбол радует, и тут очень недоступно, легко поиграть можно. Ну, и последний плюс, который бы я хотела осветить, скажем так, это то, что здесь у меня ощущение дома. Я себя чувствую как дома. Уже такое все-таки родное, свое. Это такой мой плюсик. Ну что, надеюсь, вам понравилось это видео. Если вы первый раз на моем канале, то не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно мое видео. И ставьте лайки, пишите комментарии, очень интересно узнать ваше мнение. И, может быть, у вас есть свои какие-то плюсы или минусы, которые вы выделили. Даже если это не про Чехию, а про другую страну, вы тоже эмигрант. Пишите, мне будет интересно почитать. И желаю вам всего хорошего. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok